Это же это оригинал. Мне дедушка не раз подгонял оригинальные футболки. Вообще нереально дорого, то есть 1000 гривен за футболку. Пук запердел. Это был предел, вы видели, он там напердел? А я его перепердел. А то, я так понимаю, у тебя после твоего бати парня не было, да? Ха-ха, изи. Кейсы, кейсы, кейсы. Как же заебали эти кейсы, где от тебя нихуяшечки не зависит. Realdrop.net запускает новый формат кейсов, где у тебя есть выбор. Теперь ты сам выбираешь, какой шмот тебе выпадет. Пора слать нахуй старые форматы и взять все в свои руки. Свою крепкую правую руку. Ну ты понял. Realdrop.net. Ссылка в описании. Надеюсь, сегодня, наконец-то, скилл будет на месте. Предлагаю всем верить со мной, что скилл на месте, а контент на пределе. Я сыграл плохо, как обычно. Я его должен был убить до первого выстрела. Мне что-то не получается мышкой наводить. С последних пор. С недавних пор. Не, ну МК у меня фулл грейд, между прочим. Только компенсатора не хватает. Можно подушить кого-то отсюда. На стандартичах. На папичах с переходом на стандартичи. Куда ты заглядываешь? Куда это он заглядывает там, блядь? В очко себе загляни. Нахуй. Изи хэдшот. Рыбное местечко. Ха-ха. Пизда. Ну, вроде скилл на месте. Пока что, вам не кажется. Я стараюсь изо всех сил. До свидания. Куда он кидает? Сверху. Сколько их здесь, блядь? Сколько их, блядь? Миллиардов. Фу, блядь. Это здесь или что? Где они? Я их не вижу даже, этих мух. Сделали озвучку, а мух не добавили. Может здесь? О, помойка с мухами. Кайф. Ха-ха-ха. Ору. Блядь. Спойлеры на Марвел Апарашу. Вау. Пожалуйста, список мне на e-mail, кому не похуй. Я даже не знаю, что может быть смешнее, чем спойлер на Марвел Апарашу. Я хз. Пять донат. Привет, Попечь. Расскажи, сколько стоит твоя одежда? Что ты думаешь о дорогих фирмах? И от скольки одежда для тебя уже дорогая? Домашняя одежда? Без понятия. Домашняя одежда я хз. Одежда, в которую я могу выйти на улицу, если у меня там куда-то чуть дальше в магазины выйти. Ну, не знаю, допустим, кроссовки сейчас стоят что-то в районе 1800 гривен. И типа это достаточно дорого считается для меня. Ну, как, что в районе там 1800 или 200, то есть, то ли 2000. Я их покупал со скидкой, anyway. Ну, как бы я ими супер доволен. Это лучшие кроссовки в мире для меня. Ну, футболки там стоят, ну, гривен 400-500, может. Это тоже, как бы, я не считаю, что дешево. Бывает, футболки продаются по 1000 гривен, и я понимаю, что это вообще нереально дорого. То есть 1000 гривен за футболку. Это просто, блядь, вынос мозга, как дорого. Но если она мне супер нравится, то приходится покупать. Но это очень редко. Джинсы, допустим, штаны спортивные или джинсы, это от 1000 гривен до полторы или двух тысяч хз, опять же. И все это, я все считаю дорогим, на самом деле. Я считаю, ну, все, всю одежду, которую я покупал, я считаю ее дорогой почти. Ну, за последнее время, за последние три года, все, что я покупаю, я считаю это дорогим. Для меня и полторы тысячи гривен, это пиздец дорого за джинсы, даже пусть они есть, ну, даже если не хорошие. Куртки кожаные давно не покупал, потому что не могу найти подходящего качества. Мне нужно именно то, что я хочу. Мне надо конкретно оленина, во-первых. Куртка из оленей кожи. Потому что телячьи, они какие-то бомжатские. Но раньше эти куртки стоили вот как раз примерно по 2000, по 3000. Но тогда был доллар 5 гривен или 6. Так что сейчас бы они стоили, наверное, тысяч 6-7. Что я думаю о дорогих фирмах? Ну, смотря, что такое дорогое. Если вообще, что я думаю о брендах, там где наценка X10, ну, от X3 до X10, грубо говоря, а то и до X20. Разумеется, ничего хорошего не думаю. По большому счету, я считаю людей, которые покупают подобную одежду. Но если они это делают непосредством, если у них нет, ну, как бы, ну, если для них это дорого, они это Анивей делают ради бренда, то это однозначно идиоты. Это точно идиоты. Если они это делают посредством, как бы, если им похуй на эти деньги, ну, то есть для них это немного, хотя это супер много, но для них это все на копейки, допустим, я не знаю, какого-нибудь миллиардерыч купит себе там штаны, не знаю, за 50 тысяч. Ну, типа, какая разница. Он так же сам мог бы их сжечь. Зажигалку там. Поднес бы, типа, 50к под зажигалку, поджег бы их. И все. Типа, одно и то же. Его право. Ты мезотру по всей красе. Один я гений из 9 классов. 8. Все вокруг, да. Смотрю тебя как 2 часа и понимаю, что ты тот еще хуёвый ВДВшник. Да-да, я. Мастер парашютного спорта. Не строй, пожалуйста, из себя в рот неебательского моралфага. Ча-а-а. Удачи с поиском парня. Капа. Себе пожелаю удачи. Это, я так понимаю, у тебя после твоего бати парня не было, да? Ха-ха-ха! Изи! Изи, блядь. Я из себя строю моралфага, блядь, чел, иди. Блядь. Мне нравится, сынок? Алло. Мне нравится. Я говорю много раз, что сынок одна из моих любимых карт. Они тоже в траве лежат, очевидно. Я вижу челика. Изи. Первый готов. Ну, я спалю свое местоположение. А дальше что, если я спалю свое местоположение? Папане, посоветуй годный чай. Блядь. Ну... Которые в простых супермаркетах продаются. Ка-эста, футболка с длинным рукавом, это оригинал или пальц базара? Жаль, очень жаль, очень жаль. Посоветуй годный чай, Гринфилд. Ка-эста, футболка с длинным рукавом, это оригинал или пальц базара? Какая именно с длинным рукавом? Адидас или что? У меня есть две футболки Адидас? Я не в курсе, какие у меня футболки, блядь, есть. Я не помню. Просто одел. Вы, мои зрители, вы знаете о моих футболках больше, чем я. Может быть, даже это оригинал. Мне дедушка не раз подгонял оригинальные футболки, если что. То есть, они у меня там сохранились, теперь я вот там ношу какие-то. Я же говорю, я не знаю, откуда у меня домашние вещи взялись. Многие домашние вещи, я не знаю, откуда они. Многие из них я не покупал, большинство из них. Папа, привет. Помоги мне, мне совет, как не стать футбиндауном в этом мире мусора. И как найти свой верный путь, не ступит в канаву глубокую. Спасибо тебе огромное за твои стримы, папа, а не расту на них. Супер банальный совет. Как не стать тупым дауном в этом мире мусора, а как найти свой верный путь. Собственно, быть для начала самим собой, делать то, что тебе интересно, то, что тебе нравится. То есть, не слушай других людей, которые напрягают тебя или советуют тебе делать там что-то, то, что они считают нужным. Делай то, что ты хочешь, делай то, что тебе интересно. В первую очередь. Пусть даже это, допустим, не приносит там профита, пусть это сложно. Ну, в смысле, не сложно, а пусть это, ну, как бы, жить так сложно, скажем так. Так вот, пусть жить так сложнее. Просто делать, ну, то, что тебе интересно и всё. О, у меня много cool story про зубы мудрости. Короче, у меня была пиздец проблема. У меня зуб мудрости вот здесь, с этой стороны, рос, ну, на 80%, грубо говоря, внутри десны. И мне тоже разрезали, была долгая операция. Но больше всего запомнилось, что 3 дня и 3 ночи, то есть 72 часа, ебаных, кровь текла после этого. То есть, она не останавливалась. Я просыпаюсь, у меня этот вот вкус стали во рту. Вкус крови, блин, как будто как железо какое-то. Потом вырывал верхний зуб мудрости вот здесь. Вообще, короче, вырвали за 10 секунд, я даже не помню, что произошло. Я даже врачу подогнал, ну, благодарочку за это. Ну, дал ему, как бы, сапш лишний, скажем так. Короче, самый сложный зуб мудрости я уже вырвал, который был в десне на 80%. Это пиздец, это просто пиздец. И вот мне сделали кучу обезболивающего. Ну, на меня оно не совсем подействовало. На меня обезболивающее часто, ну, хуёво действует. Потом мне сделали обезболивающее прямо в нерв. Когда мне делали обезболивающее в нерв прямо под обезболивающим, уже я это почувствовал. Это было невероятно больно! Это было настолько больно, что вы себе представить не можете. Это было самое болезненное в этой всей операции. Оно не попадает? Ну, я уже обязан убить, получается. У меня нет выбора, блядь, мне не дал проехать. Сучара, блядь. Где он, с правой или с правой? Прямо вот здесь, за стенкой. И тут один. Есть еще один, правильно? Он знает, что я здесь. И он меня подождет. Я же знал, что ты здесь, сука. Подождать меня решил, блядь. Хуй тебя по всему ебал. Не знаю. Разве ты не можешь взять разрешение на хранение оружия? Ой, чел. Нету такого. Есть, но... Короче. Если ты возьмешь разрешение на хранение оружия и кого-то стрельнешь, то ствол уже официальный. Все будут знать, что ты стрельнул. Потому что ты кого-то нустр... Как бы... Блядь. Это палево начало. Представь, что тебя атакуют, и тебе пришлось стрелять. Я видел кого-то или мне показалось? Окей, он его убил. Ага, ему надо ко мне идти. Ему надо ко мне идти. Он меня видит или нет? Я хочу понять. Я боюсь выглядывать головой. Я буду со снайперки стрелять. Правильно. С такого расстояния. Нахуй. Нахуй пошел! Пау! Просто пук! Пук! Запердел! Это был предел. Вы видели, он там напердел? Но я его... А я его переперделал. Изи. Изи. Пук. Солянова! Солянова! Сам не похлопаю. Никто не похлопает. Левел 6 эмка. Что у меня еще прокачалось? Скар левел 2. Но пока что это ничего не значит. Блин, у них наград толком нет. Я же говорил. Вот награды, смотрите. Покажу еще раз. То есть я могу повесить себе гранатку. Вот. Вот моя награда. Ревордс. Брелок гранатки. Повесил на эмку. Спрашивается, ну... Это то, ради чего я должен потеть? Вот какие-то у меня медали есть. 3D die. Defeat an enemy with headshot. А где это отображается? Вот у меня есть 3D die. Defeat an enemy with headshot without taking damage from them. О, так я и есть ассасин! Я же типа кэмперю. Ха-ха! У меня 3 ассасина. Но опять же, где это отображается? Нахуя это надо? Взять разрешение на хранение оружия? Ну, во-первых, нельзя, кстати, в Украине, насколько я знаю, взять разрешение гражданскому человеку. Ну, это, короче, все можно сделать. Допустим, окей, an enemy у тебя ствол зарегистрирован на тебя официально. К тебе кто-нибудь доебался, ты его ебнул. И все, так все знают, что ты ебнул, потому что ствол на тебя официально зарегистрирован. Это что, хорошая идея, по-твоему, или что? Больше говорить ничего не хочу. Увидел, что на ютубе посмотрел фильм Ракетир, даже лайкнул. Я его посмотрел не на ютубе, я его пересматривал на ютубе. Я его смотрел еще до этого. Ракетир — это один из лучших фильмов СНГшных. Все СНГшные фильмы, которые хорошие, они про криминал. Собственно, Ракетир — это один из самых лучших. Это просто новый шедевр. Я не понял. А, это все стрим-снайперы? Теперь понял. Это стрим-снайперы, короче, в этой игре каким-то образом. Судя по всему. А тут уже сразу развернулся ко мне где-то или что? Да, это все стрим-снайперы. Он развернулся, потому что я сюда лечу. И нихуя нет. Это все стрим-снайперы, короче, видите, они сразу ко мне уже едут. Блин, как играть, если нет оружия против армии стрим-снайперов, которые в одной команде играют? Что сложно. Да я даже не хотел, блин. Мне даже было неинтересно, потому что я знаю, что стрим-снайперы. И, типа, ну, меня задушили в одной команде, челы. Опять читер, смотрите. То есть, мне опять нашел читер, хотя... Спрашивается, откуда я читер, где я нахожусь. Есть у меня задержка огромная на стриме. Судя по всему, как-то можно уже снайпить снова. Сомнительно. Я бы попытался ее слить первым, ближайшим, ну, взрослым. Ну, что еще? Чтобы они за нее смотрели. Как относишься к борщу? А бабушкиному? А к пиву светлому? А к горелке? Бесподиба. Рели интересно. Борщ не люблю. Бабушкин тоже не люблю борщ. Пива вообще не пью, потому что алкоголь не пью. Соответственно, горелку тоже не пью. Вот. Не знаю, бульон еще можно, но борщ не. Как относишься к таким наукам, как психология, философия, социология? Ну, психология, да, точно вымышленная, просто, ну, что-то, что-то, скажем так, ненастоящее. Скажем так, люди, которые более мудрые и имеют более лучший, ну, имеют хоть какой-то самоконтроль в жизни, то есть, которые хоть капельку мудрости и самоконтроля в жизни имеют, они просто рассказывают очевидные вещи за деньги, скажем так, более туповатым людям, о чем занимаются психологи. Рассказывают очевидные вещи, которые, ну, легко доступны и понятны каждому, ну, хоть капельку мудрому человеку. Короче, по поводу философии. Философия, это, наверное, даже не 95%, а 99% это просто, ну, разговоры, рассуждения. Какая, как может быть, допустим, вот, наука без практики? Ты назвал философию наукой? Окей, философия — это наука, хорошо, предположим. Наука без практики. Там, допустим, 1% практики, да и то, я не могу понять, какой процент. Это, наверное, 100% рассуждений просто. Там нету практики. Наука без практики — это как? В социологии хотя бы есть практика, на самом деле. Ну, социология — это, наверное, единственная реальная наука. Вот психология, философия — социология. Социология — это единственное, что, как бы, реально применяется постоянно в поседневной жизни. То, что, ну, как бы, сейчас люди, собственно, контролируются во многом благодаря развитию социологии. Те же там любые какие-то, не знаю, выборы — это тоже всё социология, очевидно. Проводятся исследования различные. Философия, ну, это никак не применяется, ноль практики. Психология, повторюсь, это чисто наёбка. Люди, которые поумнее, грубо говоря, собирают деньги с людей, которые поглупее. Вот и всё. Если бы чел сказал, что он философ, я бы улыбнулся. Типа, окей, я тоже философ. Типа, каждый может быть философом. Я тоже философ. Кто-нибудь скажет, что он психолог, я могу сказать, что я тоже психолог. Ну, а чё, мне на стриме постоянно донатят. С различными вопросами. Многие из них — это вопросы по типу, которые бы задали психологам. То есть я тоже психолог. Вот я тоже получаю, считаю, что деньги за консультации. Мне приходит донат, я, типа, там, рассказываю что-нибудь челику. Своё мнение, своё видение на его проблему. То есть всё, я философ, вот я пофилософствовал. Плюс я психолог. А социология — это уже нечто реальное. Бля, до сих пор шепот с того доната написал «Привет, я тебя знаю как хорошего дотера». Я был хорошим дотером три года назад. Я потом перестал затрачивать. Ещё года три назад, наверное. Как вообще можно вернуться в доту, если там есть такое понятие, как «Скрытый пул». Это как вообще? Командная игра, где тебя кидают уёбков. Именно на принципиальной, постоянной основе. Вернуться в эту хуйню? Омега лул. Там не только стрим-снайперы, как здесь. Там ещё стрим-снайперы, которые могут быть с тобой в одной команде. Плюс «Хайден пул». То есть вообще дикие уёбки, не люди даже. Вернись в доту. Никогда. Никогда. НЕВЕР. Блядь. Я не знаю, сколько нужно миллионов или миллиардов, чтобы меня заставить вернуть в доту. Никогда, сука. Я не понял. Ну что ещё? Опа. Здравствуй, Артас. Удачного стрима. О, там машина есть. У тебя, с чем связан твойник в пупке, так же твой фов в игре, типа растянутость в картинке. Надо его душить, меня от выбора. Виталик.тырофиш. Ты президент Украины. Ты известен в своих кругах. Тебя снайпили, когда ты был супер популярный из-за доты. Ты сильно играл. Без шуток. Если уже больше запрели. Кругом снайперы. Ты не знаешь, как другие стримеры играют против снайпера. Попечь. Если бы ты хотел. Ладно, держи в курсе. Где он делался? Если я его не убью, я не могу эту игру играть, правильно? Он испарился, блядь? А, они меня в одной команде поджимают. Смотрите, меня два чела одновременно атакуют. Одновременно меня два стрим-снайпера душат. Они даже между собой не стреляются. Хотя у него вроде не было ников, которых я до этого видел. Но всё равно, что-то у меня народу снайпят. По-моему, всё очевидно.